Новеллы следующего месяца затрагивают различные сферы жизни общества. Так, россиян в августе ожидают нововведения в экономике. Несколько законопроектов затронут и туризм. Подробнее об этом и не только расскажет наш корреспондент. В 2023 году конец лета окажется по-настоящему щедрым на изменения. Например, повышение пенсионных выплат для работающих граждан преклонного возраста, новые выплаты для нуждающихся семей. А еще теперь всем, кто планирует отдохнуть этим летом в культурной столице, Санкт-Петербурге, придется дополнительно платить 100 рублей в сутки. Данная программа, как утверждается в законодательной инициативе, продолжит действовать в тестовом режиме до конца 2024 года. С 1 августа в стране повышается утилизационный сбор на легковые, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Индексация коснется как новых видов техники, так и машин с пробегом, возимых в Россию для перепродажи. Но, пожалуй, особенное внимание в обществе вызвало нововведение в области экономики. Теперь в дополнение к имеющимся наличным и безналичным средствам платежа в Государственной Думе утверждена третья форма национальной валюты. В обращение в экспериментальном порядке войдет цифровой рубль. В тестирование этой платежной единицы согласились участвовать 15 банков. Мы решили узнать, что об этом думают тверичане. Сказать, вы знаете, что такое цифровой рубль? Нет, что такое цифровой рубль, я не знаю. Цифровой рубль, то, что... Ой, как это объяснить? Ну, то, что мы бы рассчитывались, вроде бы как закидываешь. Даже не знаю, как это объяснить. Скоро все поймем и все увидим. Цифровой рубль? Нет, я обычный, только знаю рубль. Не видели, не слышали. Как видим, пока далеко не все понимают, что такое цифровой рубль и как им пользоваться. Предполагается, что эта система будет схожа с обращением безналичных денег. Однако важно понимать, что цифровые рубли – это не новая криптовалюта. Эта единица обеспечивается резервами и активами государства. И выпускать ее может только Центральный банк России. Эта форма нужна для того, чтобы внедрять новые технологии в современную жизнь. Тарифы на переводы цифрового рубля, они бесплатны для граждан Российской Федерации. Это быстро, удобно. Они предназначены для осуществления расчета и перевода денежных средств. У них единственная функция. Основная цель внедрения цифрового рубля – это как раз-таки не для государства, не для кредитных организаций, не для Банка России, а именно для граждан. Для того, чтобы им было просто, удобно, надежно. Цифровыми рублями станет возможным оплачивать покупки в магазинах, переводить суммы на другие электронные кошельки. Цифровой рубль не является средством накопления, и на него не будут начисляться проценты. Поэтому для того, чтобы снять наличные, создана двухуровневая система. Нужно с цифрового кошелька перевести их на счет в банки и снять непосредственно в банкомате. Со временем, по заявлению граждан России, в такой форме смогут начислять пенсии и пособия. Единственное, что не смогут сделать обладатели таких денег – это открыть вклад, получать кредиты и проценты на остаток при оплате новой формы денежных средств. Сделать это возможно будет, только переведя их в безналичный вид. Отмечается, что появление новой платежной единицы расширит контроль за частотой финансовых операций. Но пока система цифрового рубля только тестируется. По данным Центробанка, полноценный запуститель крону валюты в России планирует к 2025 году.